Христос воскрес! Воистину воскрес! Ох ты! Молодцы! Сегодня день какой! Я напал на верующих! Это вообще чудо какое-то! Да, согласен, Библия. А какого завета придерживаете, светлого или нового? Ну, Библия неразрывно связана вся. Ветхий завет предсказывал о пришествии Христа. Все пророчества об этом были. А новый завет – это наша жизнь. Это наш мандат, с которым мы явимся перед Христом. Господь не вас послал. Я ничего больше не скажу. Я только... Давайте нас сейчас разлучиться можем. И за помощь еще скажу. Мы сейчас в церковь идем. Что у нас есть видеоканал. Он называется «Во свете Библии». «Во свете Библии». Да. Запишите скорее, то сейчас нас прервут. «Во свете Библии». И Игнатий Лапкин дальше напишите. Чтобы открылось. Игнатий Лапкин, да? Игнатий Лапкин. Если вам надо будет со мной встретиться, вы меня найдете в скайпе. Я один с этой фамилией. Игнатий Лапкин. У нас вот этот YouTube канал вот этот. 15 150 роликов. Хорошо. Найду. Обязательно найду. Так, теперь еще добавлю. Если вы зарядите «Во свете Библии» Игнатий Лапкин, но только через Google сайт. Сайт. На сайте вы так... А, есть сайт? Еще и сайт есть. Сайт самый крупный может быть в интернете. Там 50 книг моим голосом насчитанные. Там 41 книга, которую Бог позволил мне написать. Мы деревню православную строим. Я начальник детского лагеря православного был 45 лет. Вам будет интересно это все? Уважаемый, уважаемый, мне это очень интересно. Уважаемый Игнатий, верно? Да. Игнатий Тихонович. Игнатий Тихонович. Где вы строите эту деревню? Я могу туда прийти? Не важно, помощником ли. Или еще как-нибудь. Пожалуйста. Мне просто нужно уйти от всего... Вы по скайпу задите. От всего того, что меня окружают. Мне очень больно на данный момент. Как звать вас? Звать как? Максим. Максим. Вот, Максим, запомни. В скайпе ты можешь найти меня от 4 часов до 4 дней по московскому времени. И там мы поговорим. Только что был трезвый, без всяких этих накачек. Не такой... У тебя глаза сейчас такие, и все. Я работал много с этими людьми. Я вижу, кто вы. А кто я, по-моему? Человек, который нуждается в помощи Иисуса Христа. В хорошей дружбе нуждаешься. Чтобы настоящие христиане были около вас. Спасибо. Спасибо, уважаемый Игнатий Тихонович. А у нас спасибо не говорят... Максим, у нас говорят, спаси Христос. Спаси Христос вас, Игнатий Тихонович. Рад с вами познакомиться. Только не потеряйте данные. В скайпе вы меня найдете уже сегодня. Все данные я записал. Так, теперь постарайтесь... Пусть выспаться и ни к чему не прикасайтесь. К чему прикасались вчера и третьего дня. Взаимно. С Богом. Я понял. С Богом. Аллилуйя. Что вам смешно? Вышли на охоту? Накрасились. Зачем вы красоту свою портите? Бог дал красоту. Пусть любуются тобою. А зачем этой грязью замазывать-то лесо? Иоанн Златоуст говорит, если Бог не дал красоты, на полтинник ее не купишь. Но уже видно, что грязью замазало и брови, и ресницы. Не надо это делать. Бог сотворил человека, достаточно для его красоты, чтобы сохранить себя. Я же не красусь, да? Да. Я хочу быть красным. Вы знаете, что воскресенье будет большой праздник? Не знаете, да? Пасха Христова будет. Будут петь Христос воскрес. Вы должны знать, что за нас Христос умер, пострадал на кресте. Пришли о Боге сказать людям, чтобы они не грешили тут, жили нормально. Приближается Пасха Христова. Осталось четыре дня. Так, подожди, не разговаривай. Вот, мы показываем им. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Ты что, православный, что ли? Да, мы православные. Православные люди. Мы людям показываем, чем должны заниматься. Считать вот эту книгу. А вы, значит, это верите в Бога? А, да, обязательно. Даже вот малышка, и то верит в Бога. Ходит в храм, молится. А как же не верить-то? Когда написано, что бесы, бесы веруют и трепещут. А мы что, хуже демонов, что ли? Верить – это счастье большое. Ну, вы знаете, что будет в воскресенье? Какой праздник? Пасха. Пасха, правильно, молодцы. Христос умер за грехи людей, я говорю. Евангелие говорят. Христиане знают. А мусульмане на 600 лет позже пришли и начинают коверкать. Всю веру из коверкали свою. Богу вознес Иисусу. Он через 40 дней после воскресенья вознесся. Воскресший. Он вознесся. На 40-й день. Что? Да вас не знали. 600 лет молились и не знали. Его не распяли. Не распяли. Это вам в башку вашу вдолбил дьявол. Такие мысли. Он умер за наши грехи. С чем бороться-то? С чем? Он жизнь дарует, а я не хочу. Да ты что, в уме или нет? Бог всемогущий. Бог всемогущий. Иисус умер за наши грехи. Умер. Он воскрес. Бог всемогущий. Он не даст... Он всемогущий. Послал Сына Своего Иисуса Христа, чтобы взял грехи мира на Себя и умер. У вас своя религия. У нас своя религия. А у вас какая своя вера? Такая может быть? Ислам. Вы можете просчитать? Считай, что написано? Я на арабском читаю. Ну вот. 160 человек ни один не прочитает. Наша вера. А я вам по Библии прочитаю. Я тоже читаю. Христос спаситель мира. Он взял грехи мира на Себя, чтобы нас искупить. И мы когда просим, Он умер за наши грехи, Он прощает. Разве можно это отрицать? Мне тюрьму открывают, а я не пойду. Он нас из темницы греха вызволил. Мы плачем и благодарим Бога. Ты можешь что-то не верить, сидеть хоть 44 жены имей. Но умер за нас Христос. Он любовь показал. Это отрицать нельзя нормальному человеку. У вас так... Вы по-своему верите? Не, не по-своему. По-евангельски верим. Во всех книгах было написано, что будет не что с вами. Последний пророк, пророк Мухаммад. Да не написано нигде это. Последний пророк будет Иноха и Илья, два пророка. Их антихрист убьет. В Иерусалиме будут лежать они. Не написано, потому что вы изменяли... Ошибка. Вам ли знать эти ошибки, когда вы пришли через 600 лет? Миленький мой. Библия одна на весь мир. Во всех переводах. Да не, зачем обманываете? Вы понимаете, если бы знали истину, то она бы сделала вас свободными. А вот вы мне скажите, скажите... Скажите, у вас есть такое имя Сулейман? У вас у всех книги разные. Одинаковые книги? Все одинаковые? Все Библии одинаковые? У вас есть Сулейман? Сулейман есть? Вы брете. Сулейман есть такой? Сулейман? Соломон? Да, это Соломон. Почему не... А у нас в Библии... В Библии три книги Соломона, а у вас одного стиха нету. Это все он брал на слух. Почему ни одной притчи нету? Ни одной? Все религии аннулированы. Вы говорите, Дуайд есть, Давыд. А почему ни одного псалма нету? После того, как ислам пришел, все религии до ислама, которые были, Бог аннулировал. Аннулировал. Господь говорит, придут, говорит, антихристы, будут, говорит, против. Не верьте, это антихристы придут. Как это так? Христос умер, аннулирует. Да таких разбойников было сколько. И там и Хабарды пришли, и кого только нету. Все против Христа идут. Нам зачем это? Первая Библия, Ветхий Завет на еврейском языке, а Новый Завет на греческом, кроме не считая, первая книга Масареты там писали, там на еврите, что ли, Матфея и Евангелие. И все. Вы же не читаете на том языке эту книгу, на котором она была не способна? Она переведена. Ее переводили четыре духовные академии. Да меня уже переведено. Зачем мне лезть туда? Я сверял ее на немецком языке, а на английском. Все одинаково. Слово, слово. Не на английском, не на немецком языке. Когда пророк Иса был, таких языков даже не был. Да, пророк он и Сын Божий. Второе лицо Святой Троицы. И даже, знаете, не то чтобы вы меня пытаетесь обмануть, вы еще и себя обманывали. Кого обманывать? Когда написано, вот оно, вот оно, все написано здесь. Да ну и что? А, ну, у нас написано, если придет ангелы, другие апостолы говорят, не верьте, анафе моим. По вас послание к Галатам, 1 глава, 8-9 стих. Хорошо, можно я одно слово скажу? Вот, вы говорите, что апостолы сказали, не верьте. А нам пророк Мухаммед велит верить. И в Иисус, Иисус это Иса, Моисей это Муса, Ибраим, Авраам. Во всех божьих пророков мы верим. И я вам говорю, пророк Мухаммед, не говорю, не верьте им. Они все мусульмане, единобожники. Ислам это единобожник. Мусульмане их перетащили? Какие же они мусульмане-то? Какие они мусульмане-то? С чего мусульмане? Ты не понимаешь, что такое мусульмане? А вы знаете, что такое мусульмане? Я, конечно. А что такое? Единобожник. Единобожники. Авраам был единобожником. Моисей был единобожником. Иисус был единобожником. Пророк Мухаммед был единобожником. Так и мы верим, что Бог один. У нас учение написано, Бог один. Надо перебивать, я говорю. Мы говорим мусульмане на единобожника. Вот вы скажите, если знаете свою биографию У Иисуса Христа меч был в руке хоть раз? Меч, которым режут? Что есть? У Иисуса Христа меч был в руке, которым рубят людей? Или не было? Я вот это точно не знаю А я дальше буду спрашивать Он говорит, вложи меч в ножи, в Петру Я скажу так, вы слушайте Что у многих пророков были Какие-то сверхчеловеческие способности Которые, например, Иисус мог исцелять Больных, проказанных, тяжело больных, слепых А потом мог ходить по воде Да сейчас не про это говорю, про войну Не надо это говорить-то, остановитесь Вы просто куда-то уводите речь Иисус воевал или нет? Вы говорите, не знаю, я говорю, не воевал А Мухаммад воевал, воевал Сколько сражений у него было? Сражений, сколько битвы он совершил? Сколько битв? Битв, битв, воевал Вот одна война, вторая Сколько раз он воевал? Битва урва Не знаете, запомните, 72 сражения 72 сражения Мухаммад провел Два только были Ну вы слушайте внимательно Слушайте внимательно Только два было оборонительных А 70 грабили в караваны Что ты учишь-то? Ты истории свои не знаешь Даже есть так Интересно Как сатана обольстит человека Что не слышит и не понимает Иисус умер за нас и воскрес Как можно воевать против этого? И сам расспешно Так, все Иисус Акбар Иисус Акбар Иисус Акбар? Да В смысле Иисус Акбар? Иисус Акбар, Иисус Великий Иисус Великий? Да Подожди Ты утверждаешь, что Иисус это Бог? Он Бог истинный Во Святой Троице Выслушай Так, все Мне уже разговаривать неохота